в ресторан за кафе да бьюти творческая студия позитивного мышления силы позитивной мысли татьяна салмановны макту сая судин 6 сегодня с число 6 сентября 2021 год санкт-петербург россия так что да не забыла не забыла я текст помню хотя уже понимаете нужно быстрее заснимать заснимать придумала текст самое главное что не забыть этот текст юник нис ах этот юник нис магнифисент энди юник такие идеи татьяна салманова написала такие записочки в америке ну да такие пожелания магнифисент энди юник ее магнифисент энди юник ну да даже к бабке не ходить такие пластиковые а еще тогда такую записочку я магнифисент энди юник и конфетку какую рафаэлл ну да мой такой обед как в париже овощи сварила тебе овощи картошечку цукини капусту чечевицу макарошки свежие свежую помидорку салатик в общем кушаю заснимаю мои такие видео получаются они шот-шот сейчас ну да почему она сейчас делает такие шот-шот видео все целого салманова вам все объяснит там тут видно может быть не совсем у нас может быть не совсем действительно да надо как-то вот это вот может так показать а вот так вот показывать а так это супер красиво ах такая красота ах такая супер юник очень не надо там газовать что он там газует портит вот это вот я сама наслаждается собой природой газу и газует газовать что-то ездить вот этот свежий воздух у меня на моем балконе отдыхаю вот этим салман на а вы засняли такое видео в рамках моих своего лайк журнала и говорите что вы возражали против президентства дональда трампа чтобы он был ну да президентом америки ну да это я на видео а что вы хотите сказать те люди которые голосовали за его оппонента они что голосовали за дональда трампа или они были за него те которые голосовали против голосовали за другого кандидата так что вот они тоже возражали против кандидатуры дональда трампа на пост президента так ну так и все обычно есть такая еще графа против всех и не тот и не другой так что вот может быть кому-то не подходит не тот не другой кто-то может быть знаете у кого-то другие пожелания я знаю такую свободную выборку свободное голосование правильно понимаю так что а что вы думаете по поводу нового президента америки джо байдена джо байдена ну да что татьяна салмана думает так я же вам уже озвучивала в рамках моего live journal что татьяна салмана думает по поводу джо байдена я не поняла вообще будет порядок вы знаете джо байден что в штате коннектикут в штате коннектикут вот эти знаете как вот принято дома там показывать вы хотите например договорились с агентом что вы придете посмотрите дом дом такие шикарные дома там дороже чем мы там около 500 полмиллиона долларов обычно знаете как там смотрят дома оставляют ключи так что вот нет агент агент в общем вам система там такая что агент показывает а тот кто продает дом их дома нету они должны как бы вот это как бы их дома нету так что вот агент показывает очень интересно без хозяева на это защиту прав животных потому что вы знаете спросите мы спали мы спали когда он эти вот нажили на этом и все скинмур от бунта коннектикута решил другой дом он говорит давай посмотрим другие дома другие варианты может подойдем другой дом там смотрели там один дом мы приехали там был шикарный дом и что вы понимаете там внутри стояла клетка метр на полметра клетка понимаете клетка с такими прутьями железными там сидел большая подсобака наподобие долга была закрыта в эту клетку я считаю что это издевательство над животными джо байк неизвестно сколько там насколько эту собаку туда закрыли понимаете там не было понимаете там она рулizione сырье заб Üо выше сколько собака понимаете что со бака такого объема и клетка такого объема понимаете на собаку даже встать не могла вы клетки это считается американ Vale это кстати было бы поэтому цена вот это вот а собаки понимаете вот это попить ну ваш最и что это издевательского вы меня спросите собак удевать и они знают закрыли вот там было много и комнаты закрыли либо с Hippence в одну из комнат и написали бы в этой комнате, да, такая табличка, такую табличку бы вот эту, надо сказать на инглише, вот эту, что в собак, у них много комнат было, они закрыли эту собаку в комнате, по-человечески, по-нормальному, кто же закрывает собаку в клетку, я, конечно, понимаю, что если бы люди пришли в дом смотреть, там такой док, понимаете, а там док такой, и с собой они его взять не могли, они ничего больше не придумали, как закрыть его в клетку, если они приобретают таких собак, тем более у них были такие возможности, вот это вот, большие возможности, там я у них видела, эти люди, знаете, такие органик, у них такие пароварка, органик, вот эти органик, такие люди, понимаете, у них, знаете, такая мы будем есть, это органик вообще вот это вот пароварка, органика, овощи, а собаку будем клетку закрывать. Так что как-то нехорошо, нехорошо. Все таки Америка, она всегда, понимаете, могут сказать там другие страны, это не надо равняться на другие страны. Не надо равняться на другие страны, это не другие страны, это Америка. Если бы мне кто-то там вот это вот сказал, вот это вот, я бы даже не поверила. Я лично видела. Так что вот, помимо меня еще видел мой бывший мусь по-римаксов-дамски и этот агент, который показывал дом. Очень вкусно, вкусно. А текст просто оказался немножко другим, короче, немножко другим такой текст. Ну что сделаешь, так, импровизация. In English, это надо было сказать in English. Я не знаю, как сказать док. Док в клетке. Как будет клетка? Я не знаю, как будет клетка по-английски. Лучше с мамой про органик шопа. Ну, а что, Татьяна Саламановна, можете пошутить, а что не пошутить? А что меня спрашивать, за или против? Я, конечно, у меня есть, у меня нет права голосовать. У меня есть, конечно, social security номер. У меня был там permanent green card. Так что вот, кто меня спрашивает? Я живу в России, я Russian citizen, кто меня спрашивает? Так что вот, а так какой мне толк от Джо Байдена, я даже сказала, я могу предложить им нашего миллиардера Михаила Маратовича Фридмина. Я с ним, это, стипендиат. Так что вот. А Джо Байдена я не знаю. Так что вот. Давайте лучше к органик шопу. К позитивчику, правда? Такие же Байдена, когда я вот это летом зубы лечила, ездила по бесплатному медицинскому вот этому страхованию в бесплатную поликлинику на троллейбассе вытаскивать три корни зубов. Вот мужчина знает, где он там в кепочке, куда вы там подевали? А вон он там ходит. А-а-а, мужчина. Он себе на подмогу молодого пытался. Они там вдвоем сейчас ходят. А-а-а, рядом с ним такое джигиды. Там такие джигиды сегодня ходят. А-а-а. Такие джигиды. И все туда, да, в эту будку. М-м-м. Такие восточные мужчины, это что-то. Такие молодые восточные джигиды. И все туда, в эту охранную будку они пошли. Так что вот. Вот этот в кепочке, он знает. Сотел, что мама налечила зубы. Сейчас не очень тепло. Так что он там, стул он убрал. Он греться пошел. Вот так ранних. Ну, не знаю. Сотел, что мама немножко пошутила. Не знаю. Он может обидится. Не обидится. Так вот. Про это бесплатное медицинское страхование. Чтобы посмотреть, чем она занимает, это Джо Байна, я новости не смотрю. У меня, знаете, я вот иногда смотрю, вот это на Яндексе, у меня высвечиваются там какие-то новости, а сейчас, понимаете, чтобы вот это вот присматриваться, нужно хорошо свет там включить. Сейчас, знаете, вот это у меня занавешено, вот это вот, у меня такой низкий свет. Вот. Это нужно хороший цвет включить. У меня там одна лампочка, знаете, такая низкая, она любит такой низкий, красивый цвет. Так что вот. Чтобы читать, нужно хорошую подсветку, иллюминацию, чтобы это было, в общем, вы поняли, да? Это вот, дневное освещение, вот это вот, знаете, вот это вот. Поэтому присматриваться в этом компьютере к этим новостям, даже вообще не присматриваться. Раньше как-то смотрела как-то вот это вот. А сейчас даже лучше, понимаете? Это чтобы присматриваться к этим новостям, и посмотреть, что там вот эти мелким шрифтам, что там делает Америка, Джо Байден, что у них там происходит. Перспектива поехать по бесплатному вот этому полюсу, в бесплатную вот эту вот поликлинику, и лечить вот это вот к этому астальмологу, мне как-то, по глазам вот это вот. У меня совершенно такая перспектива не устраивает. А что там делать по бесплатному вот этому? Зачем заниматься какой-то ерундой, когда я была на этих курсах Норбекова, и там у людей, вот зарядочка Норбекова, с любовью посылай улыбку, делай зарядочку, и у людей там зрение на глазах улучшалось. Зачем по бесплатному полюсу, на троллейбансе куда-то вот это вот. Так что вот. Только там больше 12 лет ходила на сеансы доктора Коновалова. Кстати, завтра у него начинаются сеансы, я посмотрела в этом космическом дворце, космик, вот этот космик, я его называю космик пэлос. Так что вот, под номером 8, такой космически построенный. Но у нас всего один космический строили. Говорят, столько денег космических, вообще просто, знаете, как в бездну туда. Все нам показывали, что как в бездну, понимаете. Ну и достроили. Вот завтра у него вроде как сеансы. Сергей Сергеевич Коновалов начинается, и будут каждый день. Вы думаете, что вам еще и бесплатно дадут или линзы, или как-то очки, или что-нибудь там такое. Знаете, даже таки бывают очки выправлять какое-то зрение. Я не слышала о каких-то очках, о них волшебных. Даже исправляю зрение. Затем Солбана, она слишком много книжек прочитала. За 4 года. Представляете, ну по 8 часов в день читать. 4 года по 8 часов в день читать в день. Так что вот. Ну, как говорил Перри, я любила там еще в кровати почитать перед сном. Он говорил, ну что там это. Ну, знаете, такой маленький, он такие ночнички были. Он говорит, нужно больше цвета включить, чтобы как-то читать. В общем, как-то вот так. С двух сторон. С двух сторон большой кровати, даже, знаете, такой дабл кинг сайз кровать. Были к стенкам такие ночнички сделаны. Такое все. Ивиапи по старину. Ну. Ну. Давно я должна была уже не просто тут по бесплатному полюсу, понимаете, куда-то на троллейбасе ездить. А как Тони Робинс летает уже на частном самолете. Так что вот. По всему миру. Уметь много фирм, много компаний, много благотворительности, много денег, зарабатывать миллионы, миллиарды. Так что вот. Вот такие вот дела.